Приветствую коллеги, это Тикмила Налитика и с вами я, Артур Изятулин. Готовясь к июньскому отчету по безработице в США, который должен пролить свет, что же у нас произошло в мае с занятостью в США, напомню, тогда рост числа рабочих мест составил плюс 2,5 миллиона, что поставило в тупик многих экспертов, как экономистов, так и рыночных экспертов, потому что ожидали сильное снижение числа рабочих мест, это, естественно, стимулирует сейчас анализировать июньские данные, чтобы понять, что же произошло у нас в мае, и мы уже традиционно обратимся к показаниям частотных индикаторов по рынку труда, а именно к первичным и длительным заявкам на пособие безработица в США. Для начала мы рассмотрим первичные заявки на пособие безработица. Тренд у нас, как мы видим, снижающийся. Но нас будет интересовать, насколько данные совпадали или расходились с рыночными прогнозами. За последние 4 недели мы видим, что актуальный показатель, эта колонка, она была стабильно выше, чем консенсус прогнозов. Все вы 4 недели. О чем это говорит? Это говорит о том, что число увольнений в каждую предыдущую неделю, оно преобышало прогноз США. Этого данные мы за июнь рассматриваем. Но не спешите расстраиваться. В условиях перманентного фискального и монетарного стимулирования это порождает такую некоторую извращенную реакцию рынка на негативные новости, а именно то, что каждая негативная новость, она по идее должна склонять правительство или центральный банк увеличивать стимулирование фискальное и монетарное, что ведет к росту рынка, подавляет доходность по активам и ведет к росту фондового рынка в частности. Естественно, это также повышает ожидания на то, что правительство продлит щедрое страхование доходов, которые у нас истекают в США в конце июля. Это нужно иметь в виду в анализе того, что же происходит у нас с рынком труда, именно с способами по заработке. Это то, что отклонения негативные от прогнозов еще не говорят о том, что нужно спешить продавать, а нужно наоборот сосредоточиться на том, что начнется усиливаться риторика обсуждения именно расширения этой программы страхования доходов в США. Достаточно щедрое. Теперь обратимся к длительным заявкам на послабие безработицы. То есть это те заявки на послабие безработицы, которые, по сути, продлеваются после одной недели. Составили они у нас 19,5 миллионов. Чуть ниже прогноза, 19,9 миллиона. Это, естественно, положительная новость. Это сигнализирует о том, что люди возвращаются на работу, но, как мы видим, они возвращаются на работу достаточно слабо с конца мая. Потому что если бы они возвращались на работу активно, мы бы здесь видели вот такое же подобное снижение, какой был бы рост у нас при нарастании кризиса. Здесь мы видим некоторое такое залипающее движение, то, что неохотно снижается длительный заявок на послабие безработицы. Это говорит о том, что люди продолжают в большей своей части оставаться именно на этих послабиях, не торопятся с них уходить. Также вот это улучшение, которое мы видим за последнюю неделю, оно может приходиться на такую интересную одну вещь. Это техническая особенность в отчетности штатов. Некоторые штаты у нас, такие как Флорида и Калифорния, отправляют данные по вот этим длительным заявкам на послабие безработицы раз в две недели. И за эту неделю они, получается, не отправили свои данные, что могло бы влиять на итоговую оценку. Собственно, на следующей неделе мы можем увидеть, наоборот, рост, точное, число длительных заявок на послабие безработицы, которое упало не так сильно, как предполагал прогноз. Также следует иметь в виду еще один интересный момент. На 6 июня, это, грубо говоря, конец мая, число заявок по всем программам страхования доходов, это послабие по безработице, пандемические выплаты различные и так далее, они составили около 30,5 миллионов заявок. Если мы посмотрим, сколько это составляет от рабочей силы в США, это составляет 20%. Первое важное получение вот этих выплат, условие получения этих выплат, это человек должен быть лишившимся работы. Однако, если мы учитываем ограничивающее влияние пандемии на возможности людей искать работу, вести поиск работы, то логично, что следует отказаться от второго условия, это именно потерявшему работу. Не обязательно активно искать работу, именно это власти у нас и сделали. А мы знаем, что в категории безработных у нас учитываются лишь те, кто потерял работу и активно ищет ее, но это официальный критерий Департамента труда в США, того, как они рассчитывают именно число безработных, кого следует относить к безработным, а кого нет. Так вот получается, что смягчение вот этого условия, того, что человек не обязательно активно искать работу, чтобы получать пособие, родило вот такое искажение в подсчете реального количества, реального числа безработных, так как мы, с одной стороны, имеем 30,5 миллионов заявок на получение пособий различных, которые связаны с тем, что человек лишился работы, но, с другой стороны, мы имеем официальные критерии Департамента труда, которые состоят в том, что для того, чтобы у нас учитываться в качестве безработного, человек должен потерять работу и активно искать ее. И получается, мы имеем расхождение в данных, официальные показатели безработицы в США в мае у нас составили 13,3%, и как мы его сейчас проанализировали, 30,5 миллионов заявок у нас от рабочей силы в США составляет 20%. То есть, с одной стороны, мы имеем оценку безработицы в 20%, и имеем, с другой стороны, официальную оценку безработицы в 13,3%. И получается, если все-таки руководствоваться здравым смыслом, а неофициальными критериями, очевидно, что на самом деле безработицы в США составляют 20%, и официальные показатели можно безопасно игнорировать, не принимать во внимание, что, собственно, рынок и делает, поэтому мы видим такую странную нечувствительность рынка к данным по безработице, к отчетам безработицы, к тем оценкам, которые там, собственно, даются нам. А дискуссии основные, которые будет сейчас интересовать рынок, это продление пособий вот этих по безработице, вот этих щедрых социальных выплат от правительства. Эти дискуссии, они уже идут сейчас, но, вероятно, получат освещение, начнут освещаться широко в медиафинансовых СМИ после выхода отчета по безработице за июнь, получается, уже это в июле произойдет, в начале июля, и тогда уже можно будет правительству понять, какого должен быть размер этой программы, да, стоит ли ее продлевать, какой должен быть размер, кого, собственно, включать, тех, кто должен продолжать получать вот эти выплаты, то есть, для кого ему нужно страховать доход. Вот это был весь анализ, который связан с рынком труда в США, по своим безработице. Мы продолжаем следить за данными и ждем, собственно, отчета о безработице, который у нас выходит 3 июля. Это отчеты за июнь. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!